Испускание газов может смущать многих из нас, но можете расслабиться, ведь это самая обычная функция организма. Так давайте разберемся, как происходит этот процесс в организме, а провоцирует его захваченный воздух, поступающий из разных частей организма. Немного воздуха мы заглатываем во время пищи, лишние газы поступают в кишечник из крови, еще некоторое количество образуется в результате химических реакций или изобактерий, живущих в наших внутренностях. Он содержит много газов, около 59% азота, 21% водорода, 9% углекислого газа, 7% метана, 4% кислорода. И только 1% наших газов составляет сероводород и микротаны, которые содержат серу, которые и являются причиной плохого запаха. А также он сопровождается звуком из-за колебаний прямой кишки. Громкость зависит от того, насколько сильно давление на газ, а также от уровня герметичности мышц и сфинктера. Почему газы плохо пахнут? Чем обильнее питание, тем зловоннее запах. Такие продукты, как капуста, сыр, сода и яйца, содержат большие серы, поэтому газы после них могут выедать глаза. Люди пукают примерно 14 раз в день. В среднем человек опускает примерно пол-литра газа каждый день, хотя женщины не могут себе этого позволить. Они делают это так же часто, как и мужчины. На самом деле исследования показали, что когда мужчина и женщина едят одинаковую пищу, организм женщины склонен вырабатывать более концентрированный газ, чем мужской. Запах газа распространяется со скоростью 3 метра в секунду. Несмотря на то, что газы выходят с различной скоростью, запах, который ощущают наши носки, распространяется в течение 10-15 секунд. Сдерживание газов может плохо влиять на ваше здоровье. Доктора еще не пришли к общему мнению, вредно ли сдерживание для нашего организма или нет. Некоторые эксперты считают, что это неотъемлемая часть нашей пищеварительной системы, поэтому сдерживание не может нанести никакого ущерба. Другие полагают, что в лучшем случае это может спровоцировать метеоризм и другие не очень приятные симптомы. А в худшем, подавляя газа, мы рискуем приобрести геморрой или сдутие кишечника. Для некоторых культур разгазовка это не так уж и стрёмно. В то время как многие культуры считают, что воспитанной компанией газы нужно сдерживать, существуют и такие, которые считают, что портить воздух в открытую это не так уж и плохо. В индийском племени Яномами в Южной Америке это воспринимается как приветствие, а в Китае вы даже можете устроиться на работу как профессиональный пердун. В древнем Риме император Клавдий, опасаясь того, что сдерживание газов может плохо влиять на здоровье, издал закон, разрешающий делать ветер во время застолий. Человеческие газы легко воспламеняются. Как говорилось выше, метан и водород, произведенный бактериями, делают наши газы очень легко воспламеняющимися. Поэтому некоторые считают крутым приколом на вечеринке поднести зажигалку своей задницы, в результате чего образуется опасный язык пламени. Поэтому настоятельно не рекомендую вам проводить эксперименты. Если вы сдерживаетесь, то газы все равно выйдут во время сна. Даже если вы сжимаете задницу и терпите в течение всего дня, вы начнете газовать сразу же, как только уснете, что расслабляет лучше, чем сон.